Всем привет! Снова начинаем заниматься вместе с вами. Сегодня у нас тема будет посвящена игре на кат-оффе. Разберем ситуацию, когда мы сделали сами open-race с этой позиции или защитили большой blind против open-race с кат-оффа. Обсудим некоторые теоретические моменты, разберем ваши раздачи, если они будут. Если же не будет, то, соответственно, я на практике покажу, как мы играем с кат-оффа, ну и во время живой игры тоже разберу какие-то теоретические и практические аспекты. Напишите в чат, как меня видно и слышно. Если все нормально, то мы будем начинать. Ну, первое, что надо сказать, как-то плохо в этот раз подготовились к этой тренировке. В теме обратной связи я пока не вижу ни одной раздачи или видео для оценки. Вообще кат-офф это довольно интересная позиция и игра на бб против кат-офф это тоже неоднозначная ситуация и вызывает зачастую вопросы и плодит различные ошибки. Поэтому странно, что вы не проверили свою базу на предмет того, как вы играете на кат-оффе в целом и на бб против кат-оффе. Поэтому, ну так заранее нам никто не выложил раздач или видео, я предлагаю сделать следующее. Те, кто у нас сегодня присутствует на тренировке, ну давайте начнем с небольшого упражнения. Откройте холдемы, покер-трекеры свои и посмотрите для начала свой общий винрейт по позициям. Ну и в частности напишите в чат ваш винрейт на кат-оффе. Для того, чтобы определить бегло играете ли вы кат-оффе хорошо или у вас там есть проблемы и стоит копать в направлении игры в позиции на кат-оффе. Потому что, например, я недавно разбирал свою базу на последние 100 тысяч рук. Если кто-то следит за моим блоком, то вы знаете, что я катаю в минус. Соответственно, у меня основные проблемы как раз на баттоне и на кат-оффе. То есть у меня винрейт на кат-оффе по сравнению со средним или хорошим довольно неплохо просел. Ну и на баттоне точно такая же ситуация. То есть, соответственно, у меня в частности эта позиция разыгрывается не оптимально. Возможно, у вас она разыгрывается лучше, чем у меня. Но вы для начала напишите винрейт на позиции кат-оффе. Ну и мы скажем какие-то базовые аспекты, как проверять плюсовость тех или иных действий на кат-оффе. Ну давайте я немножко включу чат, чтобы его было видно потом на записи. Интересно, как выглядит чат в новой версии. Ну вот первый наш участник написал свой винрейт 27bb на 100. Это неплохой винрейт. В хорошем, в принципе, винрейтом как раз считается винрейт в районе, скажем, 25bb на 100. Как правило, винрейты на кат-оффе они ниже, чем винрейт на баттоне, очевидно. Но бывает так, что вот некоторые отыгрывают баттон хуже, чем кат-офф. Ну и на это есть тоже свои причины. Можем их разобрать на другой тренировке, посвященной баттону. Но в целом вы должны представлять, какой винрейт считается средним хорошим, для того, чтобы понимать, есть ли у вас отклонения от нормы или нет. Даже если вы смотрите, что и видите, что у вас винрейт, возможно, удовлетворительный или хороший, это, безусловно, еще не повод полагать, что вы не можете еще лучше играть с этой позиции и вы не допускаете никаких там ошибок. Потому что в любом случае вы допускаете ошибки, даже если очень хорошо играете, у вас хороший винрейт. Так, в этом месяце 0 или в минус. Ну, тут да, это не репрезентативная дистанция. Лучше смотреть на более-менее длинные выборки рок, начиная от 100 тысяч. То есть, если у вас есть 100 тысяч рок, которые вы сыграли в этом году, или там за этот месяц, или за предыдущие два месяца, то имеет смысл посмотреть на свежую дистанцию, посмотреть, какой винрейт на этой позиции, ну, хотя бы на 100 тысяч рок. Ну, тут 15BB, это очень печально. Я сейчас не вспомню точно, какой у меня был на Котофе вот за эти 100 тысяч рок, то ли тоже 17, то ли 18BB. Ну, короче, такой очень печальный винрейт. 15BB еще печальный, и здесь определенно есть над чем работать, у нас такой низкий винрейт в этой позиции. И как мы будем работать? Ну, давайте, как обычно, какие-то будем записывать по ходу тренировки идеи, которые стоит запомнить. Игра на СО. Так, первое, что мы делаем, смотрим винрейт на СО. На СО. На Котофе. Ну, вот. Смотрели, прикинули, хорошо, плохо, ну, пока не очень понятно. Затем, что вы делаете при анализе любой позиции, в которой вы нашли проблемы, или, может быть, не нашли, но все равно хотите ее проверить и улучшить свою игру. И если это касается опенрейзов и позиций, в которых вы еще не вносили денег на префлопе, ну, например, баттн, Котофт, ТГ или МП, имеет смысл начинать проверять свою базу именно с опенрейзов. То есть вы выставляете фильтр на то, что вы сделали опенрейз, там, ну, PFR какой-нибудь true ставите, в холдом менеджере и смотрите по категориям рук. Смотрим опенрейзы с определенными категориями рук. Смотрим даже винрейт. Ну, естественно, вот это имеет смысл точно делать на большие выборки. Чем больше, тем лучше, 100 тысяч, или если есть больше, то на большие выборки, потому что иначе это будет нерепрезентативно. Собственно говоря, вы знаете свой примерный спектр открытия на Котофе. Ну, там, я не знаю, условно говоря, где-то у меня тут были. Ну, скажем, в среднем вы открываете там 25% на Котофе. Открыли и начинаете проверять с низов спектра. То есть, ну, обычно всегда проверка проходит таким образом. То есть вы смотрите сначала самый низ спектра и потом начинаете подниматься, смотреть другие руки. При этом, как правило, вы должны объединять руки для того, чтобы у вас была большая выборка. То есть вы не смотрите только один одномастный, там, руку ТУЗ-2, а вы смотрите, скажем, все мелкие одномастные ТУЗы, начиная там от ТУЗ-2, например, до ТУЗ-6 или до ТУЗ-7. Или можно даже до ТУЗ-9 смотреть в некоторых ситуациях, когда выборки маленькие. То есть вы делите руки по категориям, скажем, мелкие одномастные ТУЗы, одна группа рук. Скажем, слабые разномастные ТУЗы, там, ТУЗ-7, ТУЗ-8, ТУЗ-9, другая категория рук. Третья категория рук это одномастные коннекторы, там, мелкие и средние, там, от 6-5 до 9-8 включительно. Потом там еще одна группа рук, мелкие карманные пары от двоек до пятерок. Потом там следующая группа, средние карманные пары от шестерок, скажем, до девяток. Как какие-то высокие кармашки, но которые еще не входят в топ-спектр. Скажем, десятки и валеты, потом топ-спектр и так далее. И вы смотрите, собственно, на предмет того, есть ли у вас там винрейт. Меня здесь спрашивают, какой должен быть винрейт при расстройстве по позициям. Ну, скажем так, он должен быть положительным. Если у вас положительный винрейт, значит уже все хорошо. Даже если вы играете в очень низкий плюс, плюс 1 ББ. Или даже если вы в ноль играете, то в принципе все окей. И вы можете открывать эту категорию рук на дистанции. Если же вы проверяете какие-то руки и вы смотрите, что у вас с ними на дистанции что-то печальное, то есть винрейт отрицательный, то получается, если откинуть там все прочее, вам нужно устранить просто эти руки из спектра OpenRays и не открывать их. Потому что фолд вам будет стоить 0 денег, а OpenRays вам стоит там минус х ББ на 100. Но, естественно, сразу мы, как обычно, этого делать не будем, потому что это будет ошибка. В подавляющем большинстве случаев в таких ситуациях, скажем, лузрейты при OpenRays, связаны с тем, что вы просто некорректно разыгрываете определенные категории рук на постфлопе в большинстве случаев. Есть ситуации, когда вы просто, с учетом вашего скилла и там среднего поля, ну вы конкретные руки не можете разыгрывать в плюс, скажем, там мелкие разномастные тузы вы не можете разыгрывать. Или вы там мелкие одномастные трэш вы не можете разыгрывать. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»!